Доброе утро! Меня зовут Инга, я специалист по профессиональному выгулу собак. Сейчас мы идем за моей первой собакой. Ее зовут Лиса. Пойдемте. Лисош, она не уходит. Пойдем гулять. Пойдем, мой золотой, пойдем. Пойдем, мой хороший. Когда человек приходит в компанию, он должен знать. Друзья, враги. Он должен понимать, чего хочет клиент. Самое главное, когда ты выгуливаешь собаку, за собакой нужно всегда убирать. Согласитесь, что когда у человека нет собаки, он видит, как собака оставляет после себя какие-то следы, ему это совершенно неприятно. На коллекте обязательно должен висеть какой-то атрибут собаки, которая здесь гуляет. Чтобы понимали, кто это. Потому что собаки ладят не все точно. Девочка с девочкой редко. График очень хороший. Выгул утром, выгул в обед и два выгула вечером. При всем при этом я три раза спокойно успеваю гулять со своей. По деньгам получается то же самое, что если бы я сидела в офисе и платила за выгул собак. Не знаю, мне кажется, те, у кого есть собаки, они все, наверное, об этом знают. Давайте немножко подвигаемся, а то она стоит на одном месте. Ну вот смотрите. Лиса девочка из приюта. Сложная, да? Хозяйка не хочет, чтобы ее там заставляли выполнять какие-то команды. Хозяйка хочет, чтобы собаку просто любили. Все. С собакой лучше идти по пешеходному переходу, потому что если ты идешь один, ты где-то можешь быстро проскочить. Собака может где-нибудь задержаться. Женщина вот видите, ругается. Теперь во все зоомагазины вы можете прийти со своим питомцем. Это лакомство она очень любит. Вообще все собаки вот это любят, вот эти битовские, эти все вкусные. Уже давным-давно и во всем мире приняли то, что собаки очень интуитивные животные. То есть они интуитивно чувствуют к себе отношения. Вот Лиса, например, на второй день уже меня встречала. Поэтому, не знаю, у меня со всеми собаками сразу любовь. Хорошо, какой-то лис, что ли. Ё, пока-пока. Что вы делаете? Нужно написать время, когда мы пришли и когда мы ушли. Сейчас у нас будет сложный выгул с театральными, со всякими переодеваниями и с волшебными словами. Собаку зовут Тузя, ей 11 лет, она очень плохо себя чувствует после нескольких операций. Поэтому выгул будет очень быстрым и, не знаю, дальше, наверное, мы никуда не пойдем. Пойдемте. Пошли на полянку. На полянку идем. Пошли, пошли, мы хорошие. Мы ушли, Лариса Михайловна. Пошли. Вот я одела шубку хозяйки, потому что она считает, что если будет ее запах, собака будет намного спокойнее и послушнее. Волшебные слова. Тузя выходит при том, когда говоришь, Тузя, пошли на полянку. Главное, чтобы она не пошла к подъезду. Вот и все. Теперь сейчас будем уговаривать, попробуем. Пошли, Лена, встречай. Тузя, они снимали дачу. И когда уже закончился дачный сезон, приехали там за какими-то оставшимися вещами, вот, а был уже мороз. И, собственно, когда зашли в дом, то был провален пол, и она бутыхалась в воде, щенок этот. Неизвестно, сколько там времени, то есть отсюда и вот эти вот все, вот эти все болезни ее. А когда взяли, думали, что это мальчик, поэтому назвали Тузик. Тузик, Тузик, и Тузик через пару месяцев превратился в Тузю, потому что оказалась девица. Мария Михайловна, мы вернулись. Сейчас у меня третий выгул за сегодня. Осторожно, дерево. Сейчас будет замечательная, активная собака. Зовут ее Тюша. Это Ротвиллер, трех с половиной лет. Вот сейчас мы увидим все собачьи эмоции на себе. Это со мной. Это со мной. Это со мной. Работа замечательна не только тем, что очень много эмоций, и очень много активного движения. Остается достаточно много времени и для того, чтобы пообедать, не знаю, там, сделать какие-то дела по дому. Поэтому супер просто. А я вот обратил внимание, в этом районе очень много бездомных собак. Они воюют? Да, да. Они мало того, что не воюют, а не нападают. Бездомные собаки. Да, они нападают и на собак, и на людей. А если собака с человеком, то это 100%. Что будет все равно какой-то конфликт. Да что? Да что? Гулять. Вот такое поведение. Это говорит о том, что вот сейчас собаке нужна коррекция. Коррекция это означает, что собаку привозят на площадку и работают с кинологом, чтобы не было реакции на окружающих людей, вообще каких-либо. И, в общем-то, это была моя третья собака. На сегодня выгулы у меня закончились. То есть домой возвращаетесь? Домой я возвращаюсь очень поздно. Все, мы ушли. Отлично. Зато эмоции. Спасибо.